Выписка из журнала боевых действий 309-й стрелковой дивизии за период 6 декабря по 10 декабря 42-го года. 6 декабря 1942 года. 23.00. 5 декабря перешли на нашу сторону. В районе 2-х километрах юго-восточной высоты 173,5 два солдата противника «Русины», принадлежащие 13-му пехотному полку. 6.00. Разведзвод «Учбата» захватил двух солдат противника по национальности «Русины», 13-й пехотный полк в районе «Колыбелка». Снайперами уничтожено 11 солдат противника, потери ранено 3 человека. 7 декабря 1942 года. В 23.00 в районе северо-восточных скатов высоты 177,4 на нашу сторону перешел рабочий 101-го полка 4-го батальона рабочей роты по национальности «Еврей». Разведзвод дивизии в составе 23 человека действовал тремя группами. В ночь с 6 на 7 декабря в районе отметки 175,4 одна из групп сбилась с направления движения и приблизилась к 959-му стрелковому полку. И не ответив на окрики, была обстреляна оружейным огнем. Ранено 4 красноармейца. 7 декабря разведзвод повторил действия в этом районе и в 23.00 захватил пленного по национальности «Мадьяра». Уничтожено до двух отделений солдат противника. Огнем 76-мм орудия пушечного артиллерийского полка 955-го стрелкового полка разрушен наблюдательный пункт противника в районе 1,5 км юго-западной отметки 79,2. Снайперами уничтожено 21 солдат противника. Потери убит 1 человек. Ранено 7 человек. 8 декабря 1942 года. В 12.00 разведсамолет «Хеншлер-126» сбросил в районе больницы 1 км юго-восточной песковатки одну мину, не причинив ущерба. Разведка 2-го батальона 957-го стрелкового полка, действовавшая в районе железнодорожной будки, 1,5 км южнее города Свободы, была встречна сильным оружейно-пулеметным огнем. И после перестрелки вернулась в расположение батальона. Разведгруппа 955-го стрелкового полка в составе саперного отделения и отделения пешей разведки произвела разминирование проходов в противотанковом минном поле противника в районе отметки 177,4. Сняв 15 мин, разведгруппа вернулась в свое расположение. Полковая группа 959-го стрелкового полка в составе 14 человек, действовавшая в районе 800 метров южнее Кургана, плюс 1,3, попала на минное поле противника и, понеся потери, вернулась в расположение. Боевое распоряжение номер 32, штаб дивизии 309. Командирам частей организовать ежедневные демонстративные передвижения на лыжах с целью дезинформации противника о подготовке наступления на участке «Свобода Песковатка». Снайперами уничтожено 5 солдат противника, в потере убит 1 солдат, ранено 5 человек. 9 декабря 1942 года. 24.00 группа противников, 5 человек, пыталась вести разведку переднего края обороны 959-го стрелкового полка, но попав на засадную группу батальона, после перестрелки отошла на исходные позиции. Ночью 5 солдат противника, перейдя реку Дон, вышли к отдельным домам, 1 км юго-восточнее Николаевки. 8.30 на обратном пути эта группа солдат противника наткнулась на блиндаж автоматчиков у реки Дон, завязалась огневая перестрелка и противник отошел на правый берег реки Дон. Снайперами уничтожено 17 солдат противника, в потере убит 1 человек, ранено 5. 10 декабря 1942 года. 16.00 две группы противника в районах 400 метров юго-западней Кургана 1,3 и северо-западней отметки 173,5 пытались сосредоточиться перед передним краем обороны 959-го стрелкового полка и были рассеяны и отброшены ружейно-пулеметным огнем. В 19.00 из рощи у отметки 173,5 12 солдат противника спустились к берегу реки Дон, пытаясь нести разведку и были отброшены пулеметным огнем. Снайперами уничтожено 8 солдат противника, в потере убиты 2 человека, ранено 9 человек. Отчет подготовлен подполковником Ленченко и старшим лейтенантом Уманским. Ленченко и старшим лейтенантом Уманским. Ленченко и старшим лейтенантом Уманским. Продолжение следует...